А каким был русский оккупант на оккупированных территориях Восточной Европы, когда пошло уже движение на Запад? Как мы знаем, сейчас очень много пишут, говорят, что советские оккупанты насиловали женщин, грабили поголовную. То, что делалось в России, и все равно... Вы знаете, я иногда испытываю чувство... У меня коллега есть. Эта коллега, милейшая женщина, работала в 90-е годы по контракту в одном весьма уважаемом польском университете. И когда она приехала, ей рассказали следующую городскую байку о том, что когда в 1939 году в город зашли немцы, они собрали представителей местной польской интеллигенции, они собрали священников, ксензов, каких-то писателей, поэтов и всех расстреляли. А потом, в 1944 году, когда пришли русские, они захватили местный ликероводочный завод, и все они перепились, и все они бузили, и все они там бегали за женщинами, и вообще вели себя исключительно неполиткорректно и нетолерантно. И почему-то, сказала моя коллега профессор Шмелева, вот в разговорах со своими польскими коллегами, первое проговаривалось очень так-то быстро, а второе даже как-то несколько, немножечко смаковалось. Вы знаете, ну, во-первых, мой второй дедушка, которого я недавно проводил на 10-м десятке, он был весь нашпигован осколками, которые он получил именно на территории Польши. На территории Польши, Венгрии, Чехословакии, Румынии лежат даже не сотни тысяч, а миллионы наших сограждан. А если говорить о теории больших чисел, я думаю, что в этих теориях больших чисел, да к тому же людей, которые находятся в экстремальных условиях войны, можно найти все. Я могу рассказать вам правду, одну только правду, ну, не всю правду, о том, как подкармливали местное население. Я могу рассказать о том, что среди наступающих частей Красной Армии были и другие эксцессы, которые отнюдь облик вот этот немножечко лакированный советского красноармейца он не красил. Но вы знаете, здесь я вновь почему-то именно благодаря вашему вопросу, у меня, знаете, вот это знаменитое выражение Минахима Бейгина, когда его спросили, как вы можете сравнить Сталина и Гитлера. И Минахим Бейгин, который, как известно, успел посидеть в сталинских лагерях, с удивлением спросил, а вообще, как можно сравнивать убийцу и мелкого жулика? Так вот, без обиды, если Федеричу будет сказано, с мелким жуликом был сравнен именно он. То есть, вы знаете, вот то, что народы Европы получили в 44-45 году за счет Красной Армии и за счет, наверное, высшей платы, это плата кровью. Мы вспомним, опять-таки же, Ветхий Завет, его сюжеты, что такое плата кровью, плата кровью своих сыновей. Это выше этой платы по определению быть ничего не может. В конце концов, то, что Европа сейчас существует, какая она существует, это заслуга тех людей, которые в едином порыве сражались в армии стран антигитлеровской коалиции.